Всем привет, добро пожаловать на портал Неврозы Мегаполиса, меня зовут Алексей Красиков и сегодня мы поговорим о психотерапии неврозов и панических атак или о том, как не попасться на манипуляцию в интернете, который пестрит многочисленными объявлениями о лечении ВСД, панических атак и прочим. Смотрите, не переключайтесь, вам будет очень полезно. Итак, что же надо знать моим подписчикам? Я хочу немножечко прийти сейчас к нейрофизиологии, я сейчас не буду никого ругать или обзываться, потому что кто-то, может быть, напрягся. Не буду. Пускай это останется на совести этих людей, я не хочу об этом сейчас говорить, я хочу поговорить о своих клиентах, пациентах, как хотите. Надо понимать, из чего выстроена вообще невротическая проблема и как выглядит невротик. Если вы поймете, как выглядит невротик, вы поймете, как просто им манипулировать. Есть такая фраза, на Руси говорили, у страха глаза велики. Вот когда человек имеет невротическое расстройство, он проходит определенные стадии. Ну или хотите два пласта, о которых я чаще говорю. Базовый пласт – это те самые причины, которые вызывают вегетативное напряжение, эмоциональное напряжение, которые человек не осознает. Он не осознает истинные причины возникновения его внутреннего переживания. Они могут крыться в личных отношениях, в отношениях с самим собой, в отношениях с социумом, в отношениях с родителями, с близкими, с людьми и так далее. И там подобные нерешенные ситуации, затяжные принятия решения. Сейчас не об этом. Но это все кроется там внутри. Человек этого не понимает. У него на поверхности вдруг, откуда ни возьмись, возникает вегетативный приступ, который он трактует как сердечный, сосудистый или сумасшествие. И здесь он очень сильно пугается. И он замыкается на поиск вот этого устранения вот этих вот вегетативных, кардиологических, сосудистых и прочих состояний сомнения. Он очень испуган. Он полностью уверен, что ему надо побыстрее с этим справиться, потому что без этого будет все хорошо. Именно так большинство людей и попадают в ловушку маркетологов в интернете. И вот здесь возникает главная беда или реалии, если хотите. Потому что эти люди нацелены на устранение вот этой проблемы, которая им мешает. И они готовы пить мочу святого Иосифа, готовы поворачиваться к лесу, садиться задницей на елку, снимать порчу, отвороты привороты, делать какие-то странные вещи, закапывать курицу утром в лесу, еще что-то творить. Потому что им готовы пообещать, что это устранит их симптоматику, а они полностью уверены, что это главная проблема. Представьте себе ситуацию из реальной моей практики. Женщина, небольшой уездный город, скопила 40 тысяч рублей, лежали они у нее там где-то под подушкой. Это были все ее сбережения. И она на самом деле стала очень сильно испытывать тревожность по поводу ее дочери, которая вышла не очень удачно замуж. И у нее возникло очень сильное переживание за свою дочь. Дочь постоянно жаловалась, она не знала, как дочери помочь. У нее очень сильно поднялась тревога за дочь, а дочь была в соседнем центральном городе. В этот момент у нее поднимается давление, поднимается тахикардия, поднимается вегетатика. И она начинает пугаться, что она чем-то заболела и умрет, и вообще дочери не поможет. Но она не понимала, что истинные причины ее вегетативного напряжения, там и панические атаки начались, кроются именно в глубоком переживании за дочь и так далее. Она была уверена, что у нее что-то с сосудами. И вот находится экземпляр, который говорит, да, у вас вегетасосудистая дистанция и панические атаки, сейчас мы это снимем, вот столько-то это стоит. И естественно, эта самая женщина, руководствуясь страхом за дочь, страхом за свое здоровье, отдает эти накопленные деньги. Справедливости ради надо сказать, что упражнения для панических атак были созданы правильно. И концепция была взята правильно. То, что тут YouTube посмотреть несложно найти эту правильную концепцию. проживание, неизбегание, контакты и так далее. Но когда она справилась с паническими атаками и справилась с агорофобией, и закончились все деньги, и сказали, вы оплатили наш курс, спасибо вам большое. Дальше бегите. Она села и сказала, но я не боюсь паники, я поняла, что это адреналин, я поняла, что это испуг, что на самом деле это вот что-то вегетативное, эмоциональное, это мои эмоции, я не умру. Но тахикардия, давление, беспокойство, бессонница, потеря аппетита, похудение, какая-то плаксивость, это все осталось. К этому приплюсовывается, денег нету. И тут она находит мой ролик, который был снят полтора или два года назад. Я там говорил про точно то же самое. Еще в свитере я сидел там. И она начинает рыдать. Потому что она реально понимает, что она заплатила все деньги за то, что могла посмотреть бесплатно. Она заплатила кучу денег за то, что есть в свободном доступе. Да, у нее нет панических атак, да, у нее нет агорофобии, но она не поняла, в чем прикол. И когда она просто посмотрела бесплатно серию роликов на канале, которые вы смотрите сейчас, сейчас она сама, она по образованию педагог, она сама поняла, что ее переживания связаны не с вегетатикой, а связаны с тревогой за дочерью. Потом она скачала бесплатный DVD-курс, где была разложена когнитивная концепция о ее катастрофизации, о ее убеждениях о том, что она должна дочери помочь и так далее и тому подобное, о ее перфекционизме матери, о ее гиперопекающей матери. И вот когда она стала об этом размышлять, когда она стала размышлять о дочь, с дочерью, разговаривать, принимать какие-то решения и внутренне нашла некоторое согласие, успокоение, вот тут ее состояние значительно улучшилось. И она со мной не занималась. Это цитата из письма. «Я вам хочу пожелать, не дайте вести себя в заблуждение, что ваша проблема вегетососудистой листонии и панические атаки. Это неправильная интерпретация, потому что причину вы в большей степени не осознаете. И чтобы понять ваши причины, вам придется подумать. Либо подумать, изучив канал Невроза Мегаполиса, посмотрите седьмое занятие пятого сезона, офигеете от того, что там все сказано, там все сказано. Посмотрите седьмое занятие пятого сезона, найдите на канале. Просто надо научиться видеть, что стоит за этим напряжением. И не тратьте деньги на терапию ВСД и панических атак. Это можно сделать бесплатно. Если уж вы хотите прийти на занятия и хотите потратить деньги, то хотя бы на то, что является базовой причиной тревоги, и на инструментарий, как с этим работать. Это психотерапия, и это консультирование. Не дайте вести себя в заблуждение, будьте умнее, смотрите глубже. Ваш Алексей Крайсиков, канал Невроза Мегаполиса. До встречи. Пока.